Добрый день! Я начинаю очередную беседу о Соединенных Штатах Америки. На этот раз хочу поговорить об американских индейцах. Сейчас их в США так уже не принято называть, их называют коренными американцами, но к коренным американцам относятся не только те люди, которых мы привыкли называть индейцы, но и эскимосы, алиуты, гавайцы. Поэтому я буду использовать и этот термин, говоря о этих людях. И при этом хочу начать с того, что вспомню, как это название вообще появилось. В середине 15 века, как известно, прекратилось существование Византийская империя. На ее месте укрепилась Османская империя. И торговля европейцев с Индией и Китаем очень затруднилась. Там шли войны, конфликты всякие. В любом случае надо было прибегать к посредникам, к арабским купцам, чтобы торговать с Индией и Китаем. Это было гораздо дороже, чем до этого, когда торговля шла напрямую. Ну и вот под влиянием этого фактора и ряда других европейцы стали искать другие пути к Китаю и Индии. Поскольку шар земной круглый, то европейцам пришло голову мыть, что надо двигаться в западном направлении, и в конце концов достигнешь Китая и Индии. И вот когда в 1492 году Колумб вышел со своей эскадрой в западное направление, в конце концов он достиг островов, как мы теперь знаем у берегов североамериканского континента, но он решил, что это были китайцы, с кем он встретился. Бедные районы Китая. Стал искать Японию. Некоторые другие путешественники, мореплаватели из Европы тоже считали, что они прибыли к китайцам. И вот известен такой случай, когда один из французов по происхождению, мореплаватель, высадился в районе, где потом возник город Нью-Йорк, его встречали индейцы, и он был одет в китайские одежды, для того, чтобы понравиться, как он считал местным китайцам. Ну и вот эти мореплаватели вернулись в Европу, захватили с собой несколько представителей племен того района, где они побывали. Они, кстати, район назвали этих островов Западная Индия. Ну а в Европе приклеилось к этим людям название индейцы. Кстати, по-английски это то же самое, что слово для людей, живущих в Индии. Индианс. И в Индии индианс, и в Америке индианс. По-русски хоть небольшое различие есть. Там индейцы, здесь индейцы. Ну вот это имя и с тех пор существовало, и продолжает существовать. Хотя к нему уже, повторяю, не так хорошо относятся, как раньше. Ну и под этим именем скрываются совершенно разные народы. Их было, как говорят, две с половиной тысячи людей, принадлежащих вот к этой группе, которую назвали собирательные индейцы. Стали они селиться в Америке очень давно. Где-то, ну ученые имеют различные точки зрения на этот счет, ну где-то в районе 20 тысяч лет назад началось переселение предков этих индейцев из Сибири, Дальнего Востока, через перешеек, который находился там, где сейчас находятся Беринги в пролив. Сначала они попали на Аляску, а потом распространились по всей Северной Америке и Южной Америке. И были они совершенно разные люди, говорили на совершенно разных языках, была у них специфика в культуре, в традициях, в привычках. Одни были воинственные, другие миролюбивые, одни занимались земледелием, другие были кочевники, третьи были рыболовами. Некоторые имели склонность к ремеслу, а некоторые очень увлекались философией. То есть это был, так сказать, целый мир. А для европейцев это было, казалось, все почти одним и тем же. Ну и вот жили они до прихода европейцев. Нельзя сказать, что мирно, конечно, воевали между собой, как все народы на земле на протяжении всей истории. Воевали за воду, за добычу, за пленных, за рабов. Просто мстили друг к другу. Но, тем не менее, это была их собственная жизнь. А потом появились европейцы. И началась новая эпоха в жизни индейцев. Вот в прошлом году, в конце прошлого года, президент Турции Эрдоган заявил, что Турция собирается признать ту политику, которую американцы проводили в отношении индейцев, геноцидом. Это было сделано в ответ на то, что американский сенат принял резолюцию, в которой говорилось о том, что турки совершили геноцид в отношении армян в 1915 году. Что касается политики американцев и вообще европейцев в отношении индейцев, она была, конечно, далека от нормальной, от цивилизованной. Идут споры, не только Эрдоган так считает, но идут споры и в США между либералами, консерваторами, в научной среде, в журналистской среде, был ли это геноцид или нет. Многие элементы присутствовали, хотя ни одно правительство, ни американское, ни до этого британское, французское официально политику геноцида, то есть уничтожение индейцев такую задачу не ставило. Другое дело, что происходило на практике. Ну, скажу, что, конечно, у индейцев эта политика до сих пор находится в голове. И вот когда мы впервые прибыли с супругой в Соединенные Штаты в 1673 году, мы прибыли 1 марта 1773 года, 28 февраля воинственная индейская организация захватила такой городок Вундитни, который находится в штате Южная Дакота. В 1890 году там произошла резня индейцев. Многие были убиты, в том числе дети и женщины. Ну и вот эта вот группа индейцев, она захватила Вундитни, чтобы напомнить о тех событиях и еще раз подчеркнуть, что американцы очень плохо относятся к индейцам, обманывают их, не соблюдают договоренности, которые давно состоялись. И вот до мая, до 8 мая эти восставшие держались, были убиты с обеих сторон, и со стороны федерального правительства США, и со стороны индейцев. Ну а тот, кто, индейец, который возглавлял эту компанию, он был приговорен к двум пожизненным срокам в тюрьме за то, что он совершил. Ну, отмечу еще, что до того, как мы туда приехали, в 1771 году, в Сан-Франциско, тоже было восстание индейцев. Я уже упоминал, по-моему, в заливе Сан-Франциско находится знаменитый остров Аль-Катратс. Там была федеральная тюрьма, из которой за всю историю ни один человек не смог убежать. И среди других людей там сидел самый знаменитый мафиози в истории США, Аль-Капана. Ну так вот, индейцы захватили в 1771 году эту Аль-Катратс, там уже не было тюрьмы, был музей, и заявили, что эта земля принадлежит им. И тоже были сражения. Ну и на протяжении всех 70-х годов, пока мы были в США, то здесь, то там возникали такие локальные уровни восстания, столкновения между индейцами и федеральными властями, местными властями, между белыми и индейцами. Все это было. Ну и это продолжалось и дальше, и продолжается и сейчас. Потому что индейцы не могут забыть то, как к ним относились, их не устраивает то, не все из того, что является сейчас политикой американского правительства в отношении индейцев. Так теперь вернемся к вопросу, что же все-таки происходило в отношении индейцев, когда европейцы появились на североамериканском континенте. Они высадились, им нужно было жизненное пространство, здесь какие-то индейцы, одни встречают вроде дружелюбно, другие с оружием в руках, начались схватки с теми, у кого было оружие в руках, индейцы, да и те, кто дружелюбно встречали, особенно не нужны были переселенцам из Европы, мешали им, мешали захватывать землю, ресурсы, и вот столкновения эти стали, так сказать, по нарастающей идти. Не всегда и везде кое-где удавалось нормально поддерживать отношения, но в основном это были схватки. Потом начались войны на североамериканском континенте между англичанами и французами, между севером и югом Америки, и индейцы, та или иная группа, участвовали в этих войнах. Кто на стороне французов, кто другие на стороне англичан, потом кто-то на стороне восставших американцев, потом кто-то в гражданской войне на стороне юга, были такие, кстати, индейцы, у которых были рабы из чернокожей, из Африки. Так что очень была такая сложная история. Но чем дальше развивались события, тем больше англичанам и всем, кто появлялся в Северной Америке, из Европы, хотелось больше ресурсов, больше земли, больше власти, и индейцы все больше действовали на нервы и мешали их. Началось истребление индейцев, самое похабное, самое отвратительное. Причем разными методами, не только с помощью пуль, не только с помощью кинжалов, но и, например, индейцы могли подарить одеяло, оно было отравлено какими-то там вирусами и микробами индейцы заболевали, дарили пищу, которая была отравлена. Потом, даже когда европейцы не обязательно хотели что-то плохое сделать индейцам, сам факт, что они являлись носителями болезней, которых не было до этого в Америке, это действовало на индейцев и умирали они из-за этого. В общем, много было потерь, разные есть данные, но вот некоторые специалисты считают, что индейцев до прихода европейцев на североамериканский континент было где-то чуть ли не до 15 миллионов или до 10 миллионов, некоторые считают, что всего миллион, но в любом случае к 1900 году, то есть через 300 лет после появления европейцев там ну 300 с чем-то осталось меньше 300 тысяч. это непроверенные данные, потому что никто не считал, сколько до этого жила индейца, но то, что их уничтожали в огромном количестве, это никто и не отрицает. Ну, отмечу только, что не в оправдании, но просто для того, чтобы объективно смотреть на историю, что такие безобразия творились не только в Америке, они творились и в Азии, на Дальнем Востоке, и в Африке, и в Южной Азии, и на Кавказе, и в Закавказе, и на Ближнем Востоке, когда сильные нападали на слабых, развитые, на менее развитых, менее развитые, на более развитых, по самым разным причинам и очень часто творились всякие зверства. Это все было. Было это и в Южной Америке, где орудовали испанцы. Творили они там тоже ужасные вещи, вот можно даже читать это трудно себя заставить, описывается, как они привезли собак, таких бойцовых пород, которые нападали на индейцев, рвали их на части, а потом этим собакам давали есть умершленных таким образом индейцев. Ну и многое другое творили, и вешали целыми деревнями, и сжигали деревни, ну и англичане тоже не очень далеко отстали от испанцев, если вообще отстали. Вот все это происходило, вся эта мерзость, все эти схватки, ну а потом возникли Соединенные Штаты Америки. К власти в Америке пришли люди довольно мы уже об этом говорили, образованные и просвещенные для своего времени, и они не хотели уничтожать индейцев, они решили помириться с ними, и стали подписывать с ними договора существовать совместно. Вот индейцы уступают какую-то территорию по договору, причем конечно и заставляли их подписывать или давали подписывать тем, кто неграмотный был и не знал, что подписывает, но навязывали все-таки на поверхности это было более цивилизованно, чем просто ворваться в какое-то поселение индейцев и уничтожать их. А индейцы в ответ получали так называемые резервации, но это в русском языке это слово имеет очень отрицательное значение, а в английском нет, потому что это идет от слова то, что индейцы оставляли себе, reserved for themselves, то есть резервировали для себя, и вот от этого слова резервация, то, что они себе оставили. Ну, такое вот идиллия, когда, значит, все соотношения строились на основе договоров, недолго сохранялась, все больше европейцев пребывало в Соединенные Штаты, и им хотелось земли, хотелось угодьев, они начали продвигаться на запад, и индейцы им мешали. И началось насильственное переселение индейцев, им было фактически предложено на разных уровнях, в разных ситуациях убраться за Миссисипи, жить там на западе, а это все должно было остаться белым. Ну, и поскольку индейцы сопротивлялись, применялась сила, иногда их просто запугивали, иногда убеждали, и в общем все они двинулись на новые территории, вот главное, куда их хотели согнать, это вот будущее штата Клахома, который ничего из себя с точки зрения жизненных условий хорошо тогда не представлял. Причем заставляли уходить и тех индейцев, которые уже фактически влились в жизнь западных людей, которые и в промышленности присутствовали, и в сельском хозяйстве, и образованными были, их всех заставляли покидать свои места и двигаться вот туда, на запад, на смол, зарезервированные для них земли. Это был очень жестокий период, и очень многие индейцы опять пострадали в этот период при переходах иногда половина из них вымирала от болезней, от стихийных бедствий, от сражений с животными, с бандитами европейского происхождения. Но потом новый этап наступил, когда американцы решили это где-то 24-25 год уже 20-го столетия, во-первых, индейцам дали гражданство американское, был взят курс на ассимиляцию, мол, никакие не эзервации, а пусть приезжают города, живут с нами, они такие же, как мы, то, что не отстало, это быстро пройдет, и вот будем всем вместе жить. Начался курс на ассимиляцию, она тоже не получилась по очень многим причинам, и белые виноваты, и сами индейцы не очень этого хотели, в общем, ничего из этого не вышло, и в конце концов, значит, вот была принята линия на то, чтобы опять существовать с индейцами на основе договоров, у них резервации, они живут там, хотят жить, поскольку они американские граждане в городах, пусть живут, не хотят, остаются в резервациях, и резервации, да, и все индейские племена общины стали называться нациями, каждая из них это отдельная нация, и вот в этой нации есть своя земля, это резервация, она не принадлежит им, она принадлежит федеральному правительству, а они как бы имеют оперативное управление над этими землями, их могут там хозяйничать, они подчиняются федеральным законам, но никаким местным штатным законам они не подчиняются и никак не связаны с обязательствами со штатами или там с округами, с местными общинами, с живущими рядом, это вот самостоятельные, как подчеркивается, суверенные нации, правда, вот в рамках внутри Соединенных Штатов, у них фактически автономия, и вот они могут управлять этой землей этими резерваций, у них там свои правительства, свои парламенты, свои законы, у них много привилегий, то есть они имеют право там производить табачные изделия и спиртное, продавать без налогов, правда, только самим себе, но на самом деле всем подряд продают, имеют право там и горные дома держать, так только я говорил в основном Неваде, и горные дома разрешены в Соединенных Штатах, а индейцы на резервациях имеют право содержать и горные дома и содержат, кроме того, они там занимаются тем, что устраивают шоу для туристов, делают местные изделия, некоторые прекрасные делают эти изделия, и всего таких резерваций около 350 в США, а наций или племен индейских около их 60, 565, почему резервации меньше, потому что некоторые из них принадлежат двум или трем группам индейцев, причем некоторые индейские нации имеют огромные резервации, вот, например, Наваху, это самое большое племя, она живет в Аризоне, в Нью-Мексико и в Юте, это целое государство, больше там отдельных штатов по территории, такие земли, а есть самые микроскопические, больше всего резервации находятся, ну, прежде всего, они почти все на западе, и больше всего и в Калифорнии, в Аризоне, и в Оклахоме, вот этих штатах. Ну, есть и в других штатах. Самый большой город с индейским населением это Лос-Анджелес, первое место в Соединенных Штатах. В резервациях живут примерно одна треть индейцев. Резервации очень обычно красивые места, вот мы с супругой посетили, я уже напоминал и резервацию Наваха в Аризоне, мы Аризонскую часть посетили, и посетили индийскую резервацию Флетхэт, это в Монтане, там великолепно озеро Флетхэт, великолепные пейзажи, чистый воздух, красота, экология великолепная, но поселки такие вроде стандартные, но известно, и это чувствуется, что это в основном очень бедные люди, по количеству бедных индейцы занимают первое место в США, их там до 40% живут ниже черты бедности. Образовательный ценз очень низкий, хотя их принимают вузы по облегченной программе, тем не менее, количество людей с высшим образованием среди яиц гораздо ниже, чем среди других групп населения. Дальше, что еще для них характерно, это то, что, конечно, они хотят, чтобы американское правительство больше оказывало им финансовой помощи, учитывая, какой ущерб они в свое время понесли, и с тем, чтобы им все-таки позволяли более активно участвовать в политической жизни страны. Кстати, некоторые из индейцев, всего сейчас индейцев проживает в США около 5 миллионов, больше 5 миллионов, половина из них так называемые чистые индейцы, или якобы чистые, а остальные это от смешанных браков. Но вот некоторые из них выбились в политике и вот говорят даже в свое время две супруги президентов США были индейского происхождения. Ну, вот такова их жизнь и безусловно, что очевидно, это то, что обиды остаются, они никуда не ушли, индейцы, как я уже сказал, продолжают бороться за свои права во всех отношениях, в том числе, чтобы соблюдалось и вот приличие в том, как они говорят, начиная с того, чтобы их не называли индейцами, называли коренными американцами, хотя и среди них идут споры, как они хотят, чтобы их называли. Разные есть мнения, и самое преобладающее мнение, что надо называть по имени их нации. Вот если он Навахо, значит Навахо, если он Хопи, значит Хопи, если он Апачи, значит Апачи, а не индейец, коренной, не коренной, а вот так оно и есть. Ну, и тоже остается фактом, что некоторые люди, которые с точки зрения американцев, стандартного американского общественного мнения являются героями, прошлого, Кит Карлсон, который уничтожал индейцев, такой герой Дикого Запада, с точки зрения индейцев, это враг. Джеронима, это лидер воинственного племени Апачи, для индейцев он герой, а для других американцев жестокий предводитель, извиняюсь, дикарей, и так далее. Так что проблема остается, конечно, индейцы не влились в этот котел полностью, не ассимилировались, но тем не менее прогресс, безусловно, есть, по сравнению с тем, что было, и с тем, что есть. Все-таки мораль в этом смысле потихоньку меняется в лучшую сторону, ну и недавние события, это взрыв негодования в связи с проблемой афроамериканцев, который привел к демонстрации, к сносу памятников, к погромам и так далее, он должен отразиться, конечно, в целом на отношении американцев к различным группам этнических и других меньшинств, вот в частности индейцев. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok